Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и прямо сейчас об актуальных темах. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По факту гибели трехлетнего ребенка в Каннском районе следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По поступившей информации вы обязаны принять меры по урегулированию конфликта интересов. Прокуратура продолжает настаивать на отставке главы города. Накануне состоялось заседание суда, в рамках которого был рассмотрен иск о признании незаконным бездействия Каннского городского совета депутатов в данном вопросе. Чтобы любой из людей могли приехать из граждан, спуститься хорошо, комфортно пройти к воде. Внезапное благоустройство в Каннске. Дачник за свой счет оборудовал спуск к воде. Обычный берег украсила необычная лестница. И теперь обо всем подробнее. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего ребенка в деревне Терская. Мальчик умер 4 августа. Накануне вечером ему стало плохо. Маленького Леню доставили в межрайонную больницу. Осмотрели и отправили домой. Спустя несколько часов ребенок скончался. Подробности этой истории в сюжете нашего коллеги Леонида Юркова. 3,8 ему было. 24 ноября ему было 4 года. Отец маленького Лени едва сдерживает слезы. Он просто не может поверить, что любимого и такого долгожданного сына больше нет. Мужчина рассказывает, накануне трагедии мальчик вел себя как обычно. Бегал, играл, кушал фрукты, катался на велосипеде. К вечеру у него резко поднялась температура. Скорая, шибко так не рассматривала, ничего, обслуживала. И все. Говорит, надо ехать в больницу. Ну, там рассмотрели, чтобы там ребенка туда-сюда. Жена собралась с ребенком в скорую помощь и уехала. Путь до больницы не близкий. Ехать пришлось около 40 минут. По словам родителей, все это время у ребенка держалась высокая температура. Уже после полуночи маленького Лени и его маму доставили сюда, в инфекционное отделение Каннской межрайонной больницы. По словам родителей, ребенка приняли, досмотрели, сделали несколько уколов, после чего со спокойной душой отправили домой. По всей видимости, особых опасений состояние трехлетнего пациента у дежурного врача не вызвало. На обратном пути ребенку снова стало плохо. А через несколько часов уже дома мальчик умер. Это огромная утрата для родителей. Нам всем очень больно за такие вещи. И, конечно, мы приложим все силы, чтобы выявить все дефекты, если они были какие-то по оказанию медицинской помощи, чтобы они были выявлены и устранены. Сейчас в больнице проводится служебная проверка, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению. Назначены и проводятся ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Почему мальчик умер и можно ли было предотвратить трагедию? Все это еще предстоит выяснить следователям, пока уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Леонид Юрков и Александр Шумилин. Специально для телекомпании «Канск 5 канал». Другим темам. Из СИЗО-5 эвакуировали заключенных. Около ста человек были эвакуированы из здания изолятора из-за пожара. К счастью, это оказались всего лишь учения. Никто из представителей спецконтингента не пострадал. Учения проходили по самому сложному варианту развития пожара. В результате чего для вывода пострадавших из здания был применен спасательный инструмент. От металлических решеток на окнах пришлось избавиться. По легенде, пожар произошел в одной из камережимового корпуса, где в западне оказался один человек. При выдвижении автолестницы через оконный проем спасательный человек был умер. Проведение пожаротектических учений оценивалось как удовлетворительно. Все службы сработали. Пожар на грязну прибыл своевременно. Оповещение со следственного изолятора произошло своевременно. Подобная масштабная профилактика пожаров проводится в СИЗО ежегодно. Примечательно, что на 100 человек спецконтингента охрану порядка на тот момент осуществляли сотрудники спецучреждения, которых было в полтора раза больше. Опасались взрыва газа и выносили из квартир все самое ценное. Небольшой пожар, который случился сегодня ближе к обеду, мог привести к серьезным последствиям. Однако несчастье удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных и жителей дома, которые своевременно покинули свои квартиры. Татьяна Сандул сообщит подробности. Людмила Ивановна собиралась за хлебом и почувствовала в квартире запах гари. Когда она вышла в подъезд, увидела, что он затянут дымом. Возгорание произошло в подвальном помещении, которое было захламлено мусором. Именно он и загорелся, так сообщают пожарные. Однако причина пока будет устанавливаться. На место прибыли несколько пожарных машин, в том числе с автолестницей, скорая и служба газа. Ведь опасность состояла в том, что дом подключен к газоснабжению. Убедившись, что угрозы взрыва нет, спецтехника разъехалась. Один пожарный расчет остался проливать подвал. Он действительно превратился в склад для мусора. Как бытового, так и строительного. Бутылки, коробки и доски. Все это при пожаре вызвало сильную задымленность. Огнеборцам пришлось работать, используя средства защиты органов дыхания. Люди, в свою очередь, очень своевременно и самостоятельно эвакуировались вместе с усатыми и пернатыми домочадцами. Достаточно быстро всем разрешили вернуться в квартиры. Однако опасения, что это может повториться, остались. Ведь загорания мусора в подвалах случаются достаточно часто. Это очень большая проблема, которая в данном случае чуть не привела к трагедии. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В Каннском городском суде состоялось открытое заседание по конфликту интересов Надежды Качан. Еще в мае этого года в суд обратился Каннский межрайонный прокурор с административным иском о признании незаконным бездействия Каннского городского совета депутатов по принятию мер к инициированию удаления главы города в отставку в связи с тем, что она не предпринимала мер для предотвращения и урегулирования этого самого конфликта. Истец утверждает, что глава нарушает антикоррупционное законодательство. Речь идет о зарельсовой части города. Люди там жалуются на качество горячей воды и завышенные тарифы. Два года подряд предприятие «Теплосбытсервис» не получало паспорт готовности к зиме, а энергооборудование находится в ненадлежащем техническом состоянии. Ростехнадзор выявляет множественные нарушения. По версии прокуратуры, Надежда Качан много лет игнорировала проблему и принимала решение в пользу предприятия, руководителем которого является ее родной племянник Эдуард Боррель. Заинтересованность подтверждает и то, что на публичных слушаниях, где представители Каннской ТЭЦ говорили о возможности подключения к ним зарельсовой части, глава подписала актуализированную схему теплоснабжения города без учета этого предложения. По поступившей информации, вы обязаны принять меры по урегулированию конфликта интересов. И обязаны принять меры в отношении лица, который не принял меры к ее урегулированию своевременно и установлено в законном порядке. На 26-й сессии Каннского городского совета прокурор Федоров представил депутатам информационное письмо, где уведомил их о наличии конфликта интересов у Надежды Качан. Но народные избранники лишь приняли это к сведению. Теперь прокурор требует от горсовета инициировать удаление главы, однако у административного ответчика есть свои козыри в рукаве. Он утверждает, что горсовет как субъект сделать этого не может и тем самым обвинения беспочвены. Кроме того, считает, что прокуратура работает в одной связке с сибирской генерирующей компанией. Кто-то вносит инициативу, тогда только при ее наличии горсовет будет рассматривать вопрос, обязан рассмотреть. Но у нас по сути некому, да? То есть это кто-то из депутатов сам лично, если он вдруг подумает. Группа депутатов, это закон. Но это он, если он сам захочет. Я же говорю, по своему внутреннему убеждению, все депутаты посчитают, что да, я его смазываю под этот интерес, собираю группу депутатов, единомышленников, обращения все подписались. И к этому должны приложить проект решения об удалении главного отставки. Ну все, у нас никто инициативу не проявляет. Горсовет, он проект не прикладывает, он проект и рассматривает. Надежда Качан на суде присутствовала как заинтересованное лицо. У нее с адвокатом вопросы были к обеим сторонам. Глава конфликта интересов в своей деятельности не замечает. Она признает, что Боррель – ее племянник. Но ведь в статье о конфликте интересов упоминаются родственные связи супругов, братьев, сестер, но не племянника и тетушки. Кроме того, она является главой с 2012 года, а Боррель – руководителем предприятия с 2008 года. Надежда Николаевна пояснила, что конфликта не видит и правительство региона. Как сказала Качан, этот вопрос обсуждался с губернатором. Прокомментировать ситуацию она пообещала позже. У вас сейчас задача, то есть свидетелей, да? Ну, это не наша задача, если ты не к нам. И можно для уточнения, вот я смотрю, три стороны все-таки получается, да? Прокуратура, а вы как? Мне заинтересно, что вы найдете. Не, ну, вы так все же с ними висели? Да, но дело в том, что это не заинтересно, потому что от решения этого, когда суд в Венеществе будет зависеть, в дальнейшем судьба именно заинтересованных лицам. Суд принял решение вызвать в качестве свидетелей Андрея Свириденко, как представителя комиссии, которая могла бы заинтересоваться этим коррупционным вопросом, и Андрея Береснева, председателя городского совета, который якобы представлял информационное письмо прокурора губернатору. Кроме того, судом было принято решение запросить документы в управлении губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений. Следующее судебное заседание намечено на 27 августа. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. А вот бывший депутат Каннского городского совета Алексей Гиевский занял пост главы управления делами администрации Красноярска. Как сообщается на сайте мэрии Краевого центра, к своим обязанностям он уже приступил. В обязанности управления входит ответственность за финансово-хозяйственное и транспортное обеспечение чиновников, за содержание зданий и закупки мэрии, а также контроль документа оборота, работа с обращениями граждан и организация мероприятий с участием главы города. Алексею Гиевскому 47 лет. Ранее он был депутатом Каннского городского совета от партии «Справедливая Россия». В декабре 2017 года он досрочно сложил с себя полномочия. Сразу после короткой рекламы узнаете, куда полетели каннские миги, кто благоустроил берег реки Кана в районе дач водники, а также какая московская звезда выступит на праздновании Дня города в Каннске. Не переключайтесь. А скажите, папа, мама, почему берем всегда мы только янту в магазине? Янты полные корзины. Все российское, родное, где мы выросли с тобою. Здесь соседи наших труд, тех, кто рядышком живут. Янта есть вкусно. Любой момент может стать прекрасным. Главное – подобрать правильный букет. Магазин цветов «Мама Роза». Букеты для любого случая. Встречайте краевую культурную акцию «Наш Красноярский край». 24 августа в Каннске. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Открытые кинопоказы для взрослых и детей. Только живой звук. Концерт мультижанрового коллектива «Вольница». А в завершении дня – молодежная дискотека. На все мероприятия вход свободный. Подробности на портале «Культура24.рф» и на афишах. Категория 6+. Ну вот, опять пробка. Потеряй минут 10, если не больше. Не потеряем, а проведем с пользой. Проверим штрафы в мобильном приложении «Госуслуги.ру». А если можно, оплатим. Еще и со скидкой. Быстро и просто. «Госуслуги.ру». Проще, чем кажется. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Каннские истребители подняли воздух по тревоге из-за военных учений. Самолеты МиГ-31БМ по заданию полетели в Забайкалье. Как сообщает пресс-служба военного округа, истребители пролетят более тысячи километров и приземлятся в Забайкальском крае на аэродроме Домна. Во время полета они будут совершать маневры по сближению с целями и отрабатывать использование ракет «Воздух-воздух». В учениях участвуют 10 самолетов и 500 человек летного инженерного состава. Вканские участники одного из садовых обществ решили взяться за благоустройство своими руками. За собственные деньги один из них построил на берегу реки большую лестницу, по которой можно спуститься к воде. Пользователи сети уже называют это место одним из самых живописных в городе. Подробности в сюжете нашего коллеги Леонида Юркова. Эта деревянная лестница уже наделала шума в интернете. Многие, кто видит ее, спрашивают, где же располагается этот замечательный объект. Мы нашли. Располагается он в районе нефтебазы рядом с дачами «Водник». И стоит отметить, что лестница эта появилась только в начале июня. Мы назвали это внезапным благоустройством, потому что этот объект появился не благодаря краевой или местной программе развития общественного пространства, а лишь потому, что эта лестница необходима местным жителям. Все дело в том, что на берегу реки в радиусе трех километров от этого места не было ни одного оборудованного спуска к воде. Проблема хоть и не насущная, но важная. Дачники садового общества обсуждали ее больше года, а весной один из них взял и построил лестницу безвозмездно, то есть даром. Один из садоводов решил своими силами, своими возможностями построить для людей, для себя, для детей, чтобы любой из людей могли приехать из граждан, спуститься хорошо, комфортно пройти к воде, искупаться и также подняться наверх, посмотреть, пребываться красотами природы. Места здесь и правда живописные. Берег реки чистый, да и течение не сильное. Стоит отметить, насколько бережно к природе отнеслись строители этой замечательной лестницы. Например, здесь, на деревянном настиле, чтобы его сделать, не спилили ни одного дерева, а вот для этой березы даже сделали специальный пропил в перилах, чтобы дерево могло спокойно продолжать расти. Человек, вложивший в это дело свои деньги, пожелал остаться неизвестным. Говорит, боится, что лестницу уберут, так же, как и памятник дворнику. Это была инициатива одного из предприятий Каннска. Дядя Витю, как окрестили его местные жители, установили в центральной части города. А всего через неделю по непонятным людям причинам его приказали демонтировать. Эта история и насторожила садоводов Каннска. Мол, вдруг и лестницу прикажут убрать, да еще и штраф дадут. Однако, как нас заверили, у мэрии на этот счет совсем другое мнение. Она никаким образом не влияет на внешний вид города. Она больше служит функцией необходимости для того, чтобы люди спускались, имели возможность спуска к Канну. То есть, тут человек понес, я думаю, материально немалые затраты, плюс физический труд. Ну, только слова благодарности, наверное, и побольше таких людей. В планах у садового общества продолжать облагораживать место спуска. В следующем году, например, лестницу могут украсить высаженные цветы. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Специально для телекомпании «Каннск» 5 канал. Стало известно, кто станет главной звездой дня города в Каннске. На сцене зажжет гости из Москвы Оксана Пачепа, известная под псевдонимом «Акула». Девушке удалось прославиться еще в конце 90-х благодаря таким хитам, как «Кислотный диджей» «Мала такая любовь». Во время недавнего чемпионата мира по футболу под ее песней танцевали десятки тысяч болельщиков. 11 августа певица выступит в нашем городе. Программа «Дня города» поделена на дневную и вечернюю. Дневная часть одновременно будет проходить на нескольких площадках. Площади Коростелева в центральном сквере и сквере возле ГДК. В это же время на трех стадионах города пройдут спортивные турниры. И неспроста, ведь тематика праздника посвящена Зимней универсиаде 2019 года. «Одна из площадок будет посвящена Зимней универсиаде. Называется она «Из лета в зиму». На ней будут представлены некоторые виды спорта, которые будут в Красноярске на Зимней универсиаде. Также на этой же площадке будут представлены виды спорта, которые культивируются в городе Канске. Следующая большая площадка, которая будет расположена на площади Коростелева, это межнациональный фестиваль. В этом году мы проводим этот фестиваль впервые. На этом фестивале будет представлена этнодеревня, которая состоит из отдельных этнодомов. Этнодом – это подворье. Подворье будет представлено практически всеми диаспорами, которые проживают в городе Канске. Также к нам приедут гости из восточной зоны. Вечерняя программа будет проходить на площадке в районе улицы Красный Огородник. Для горожан будут работать несколько творческих коллективов из Красноярска и московская певица Акула. А завершится все фейерверком. Далее вас ждет актуальный прогноз погоды на завтра. В студии была Анастасия Мосина. Всего доброго. До свидания. В любой из 15 моделей детских комнат КМК вашему ребенку будет просторно и комфортно. А теперь добавьте к этому отличную цену и выбирайте. Все знают, что электронные госуслуги – это просто и удобно. Можно оплатить налоги, записать ребенка в детский сад, проверить штрафы ГИБДД и получить еще десятки услуг, не выходя из дома. Чтобы иметь полный доступ ко всем услугам, нужно сначала зарегистрироваться на портале, а затем прийти в Центр обслуживания госуслуг и подтвердить свою личность. А можно еще проще. Придите в тот Центр обслуживания госуслуг, где вам могут зарегистрировать учетную запись. Возьмите с собой паспорт и с НИЛС. Всего за несколько минут вас зарегистрируют на портале и сразу подтвердят личный кабинет. Здесь же вам помогут восстановить пароль от портала госуслуг, если вы не можете восстановить его сами. Центр обслуживания есть в каждом районе, а их адреса легко найти в интернете. Пройдите регистрацию в Центре обслуживания. Начните пользоваться госуслугами и убедитесь. Это проще, чем кажется. Первые срочные сообщения поступили около трех часов. Произошел взрыв. Кровь, неразбериха. Сначала была информация о двух лапках. Еще шаг, и ты поддержишь террористов. Ты этого хочешь? Только в Красноярском крае за последнее время раскрыты восемь экстремистских ячеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова